Здание Казанской киностудии сгорело минувшим вечером. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17 часов 58 минут. Пожарные приехали быстро, но моментально справиться с огнем не смогли. Особенности конструкции постройки способствовали быстрому распространению огня. Тем более, что очаг был не один. Алла Рыкова узнала, в чем причина возгорания, а также судьбу бесценных архивов. С огнем пожарные боролись больше двух часов. Справиться с возгоранием раньше не получилось. Двухэтажное кирпичное здание имело деревянное перекрытие с пустотами, по которым пламя быстро распространялось. В итоге огнем было охвачено 350 квадратных метров. По номеру вызова три тушили данный пожар. Это практически половина казанского гарнизона, часто в тушении пожара. Казанская киностудия покинула это помещение в декабре 2014 года. До этого пожарные несколько раз выносили предписание об устранении нарушений и штрафы за их неисполнение. Уже тогда оно было пожароопасным. Не было сигнализации и даже элементарных огнетушителей. Три года назад здание отключили от коммуникаций и законсервировали. Охранялось оно только по ночам, днем за ним никто не смотрел. Охранники при заступлении на смену и обнаружили пожар. Никого нет, киностудия, она закрыта столько лет уже. Там кроме мусора ничего. Вообще ничего. Мусор, мусор, понимаете, заброшенное здание. Позже дознаватели обнаружили три очага возгорания в левом и правом крыле первого этажа и еще один на втором. Взяты пробы на горючие вещества. Их результатов пока нет. Обнаружена сотрудниками полиции центрального входа внутри здания на первом этаже пластиковая бутылка с этикеткой ЛВЖ. На что можно сделать выводы, что наиболее вероятность, как я повторяюсь, причиной явился поджог здания. Бывшие работники киностудии уверены, часть архивов до сих пор хранится в этом здании. Но в крыле, которое меньше всего пострадало от огня. Рассказывают, что в сгоревших же помещениях располагался административный корпус. Причины и цели этого поджога теперь предстоит установить сотрудникам полиции.